Украина! 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 Приеднуйтесь до нас! Украина! 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 КОНЕЦ 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 И которые живут по принципу, кто сильнее, тот и прав. Я не знаю, такую ли Европу хотели построить в Украине те, кто нам сюда приносил европейские ценности. Но мы точно видели для себя Европу другую. Можем ли мы сегодня позволить себе молчать, не говорить о том, что нас беспокоит и ждать, когда все завершится. Оно само не завершится. Они сами не разойдутся. И наша с вами задача без агрессивной риторики. И не давая повод для праздника тем, кто считает нас раскольниками, сепаратистами, выбрать ряд правильных решений, как сегодня с помощью органов местного самоуправления управлять территориями и не допустить, не дай Бог, кровопролития и разрухи на тех территориях, где мы живем, где живут наши родители, где живут наши дети. И там, где нам люди доверили представлять их интересы. И мы должны понимать всю ответственность нашу, если мы самоустранимся. Я хочу сразу передать тем горячим головам, которые стоят тут недалеко и, потирая руки, брызгая свиной, ждут прихода во власть. Во-первых, пусть подождут чуть-чуть. А во-вторых, мы не собираемся раскалывать страну. Мы собираемся ее сохранить. Я уверен, что пока мы будем вместе, пока мы будем вот так, как кулак, все заодно, мы сможем защитить свои интересы, мы можем защитить интересы жителей на тех территориях, где мы избирались, где мы живем. И со временем пережив этот хаос и ужас на доверии людей, или получив заново доверие людей, вернуться и наводить порядок за теми, кто сейчас разрушил и в ближайшее время будет разрушать. Ничего не боимся, с нами правда, и с нами Господь Бог. Победим! Уважаемые собравшиеся здесь, в стенах Дворца спорта, Я очень сожалею то, что мы буквально минуту назад почтили тех, кто отдал свои жизни за мир, за стабильность. Но они не знают, что сейчас происходит в этой стране. Они никогда не узнают, что происходит сейчас в этой стране. Их называют героями. С обеих сторон они героями. А те, кто сегодня, прикрываясь этими погибшими украинцами, они кто тоже герои. Я хочу сказать сразу о том, что мой девиз, и это знают все харьковчане, и я хочу, чтобы это узнали сейчас и те, кто приехал с наших соседних регионов, мой девиз как городского головы любить Харьков, работать для людей. Я выполняю свои обязанности с утра и до вечера, а иногда и до глубокой ночи. И я уверен в том, что ни один здесь сидящий, как в президиуме, так и в зале, региональный лидер, руководитель, городской голова, председатель областного совета, государственной администрации, никогда не думал о том, как сделать хуже тем людям, в интересах которых мы работаем. Наша основная задача сформировать среду, где была бы конкурентная среда, где мог бы развиваться бизнес, где могли бы работать люди на предприятиях, где была бы покупательная способность, и, конечно, чтобы наши отцы и дети, пенсионеры, ветераны, дети войны, наше будущее, наши все мечты, чтобы они то, что думали, чтобы сбывалось. Сегодня это рушится на глазах. Я не могу понять, как мы будем работать дальше, потому что сегодня в стране хаос. я за последний день и ночь получил сотни угроз в свой адрес. Я хочу сразу сказать всем, кто мне их посылает, или кто просит тех людей, чтобы мне их посылали. Я буду здесь до конца. Я буду работать на своем рабочем месте. И буду работать до тех пор, пока мне доверяют люди. Я хочу, чтобы мы все разнесли информацию по всем регионам Украины, Востока и Юга, и Запада, в том числе и Центра, что в Харькове не было никакого сепаратистского загорла, что в Харькове собрались ответственные региональные лидеры, которые должны предложить людям, которые живут на территории, как нам дальше жить, как нам жить в таких условиях, когда идет задержка по заработной плате, не выплачиваются социальные выплаты. Разве это секрет для кого-то? Это не секрет. Поэтому, когда Верховная Рада начинает сейчас делить портфели, начинают договариваться между собой, когда сыпятся фракции, когда депутаты ищут свое место, я хочу напомнить этим депутатам, что поддержку, в том числе и большинство членов партии регионов, получило от своего избирателя с той программой, которая шла на избирательную кампанию. Вся партия регионов и каждый ее член. И сегодня, голосуя вместе с теми, кто Верховной Раде придает интересы миллионов и миллионов десятков людей, разве это не предательство? Это настоящее предательство. И я считаю, что мы тоже должны очиститься и быть сильнее из таких ситуаций, в которых мы сегодня находимся. Потому что иначе нам не видеть будущего, не видеть будущего теми, кто нам доверил, такое высокое право сегодня руководить городами, селами, регионами. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто сидит в этом зале и слышит нас сейчас на улице, знали, что мы как никогда должны быть едины, что мы только вместе победим. Не надо бояться, бояться угроз. Нам бояться нечего. Мы работаем в рамках действующего законодательства. И если сегодня люди меняют законодательство под себя, каждый для себя сделает выбор. И если этот выбор будет ответственным, идти вперед и защищать людей, мы будем стоять вместе с вами в одном ряду. И никто за ваши спины прятаться не будет. Я отвечаю за каждое свое сказанное слово. И пусть те горячие головы, оппозиционные лидеры, которые сейчас распинаются в том, что в Харькове что-то происходит, понимают, что мы за суверенную Украину, за единую Украину. И они должны понимать, что с этой частью населения тоже просто необходимо не просто считаться, а слышать каждого гражданина этой страны. Если мы едины, и наша держава Украина. Спасибо. Мы победим. С юридической точки зрения у нас в стране произошел вооруженный захват власти. Я увидел все гостеприимство киевлян, когда мне рассказали, где мое место и куда мне нужно ехать из Киева. Четыре человека мы приехали туда безоружные, с полевыми ранениями мы привезли в Харьков. Два человека попали в плен. Скорую помощь человека с шестью ножевыми ранениями нас не пустили. Поехали лечиться в частную клинику Борис за деньги. нет никакой управляемости. В городе бродят банды вооруженные с непонятными полномочиями и которые к нам относятся агрессивно. Я вынужден был с Киева уехать, куда я приезжал, чтобы высказать простую свою позицию не за деньги. Сказать, что я против того, что происходит. Нас не хотят там слышать и их демократия заключается в том, что есть только два мнения. Их и неправильное. Я приехал к себе на родину, на свою землю. Дальше мне бежать некуда. Мы все знаем, что они вооружены. Я призываю вас, депутаты местных советов. Вас выбрали люди. Вы представляете их интересы. Не меньше, чем остальные депутаты. Пожалуйста, создайте в каждом регионе за счет бюджетных средств местного соуправления дружины. Мы должны друг друга поддерживать. Вооружите нас. Чем можете вооружить нас. Мы готовы защищать свою землю. Но очень сложно защищать ее без оружия против вооруженных людей. Мы никогда не вооружались. У меня нет никогда этих шлемов. Наколенников. И дубинок никогда не было. Потому что тот вид дневноборства, который мы прославляли, это честный вид спорта без оружия. Но трудно против вооруженного человека без оружия. Я вас прошу, вы сегодня можете. Проявите гражданское мужество. Защитите свою землю, создав народные дружины. И между собой каждая область должна созваниваться и выручать, когда есть беда. Мы помним, когда на русском пали татаро-монголы. Именно когда каждая область была сама за себя, нас разбили. И мне звонят из Полтавы, из Сумы, говорят, спасите. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦАННОМ ЯЗЫКЕ Вокстролинский, самообороны Это знак отличия Это знак отличия, чтобы своих не задело Все, пожалуйста, идите дальше Вокстрол, Россия Вновь выполняющим обязан министра внутренних прав Украины Призначенный Арсен Абаков У меня трое детей и всех внуков Моего мужа офицера убили Я не хочу смерти Я хочу спать спокойно Вам нужна война? Вы подошли и задали провокационный вопрос Никто к войне не готов Никто войну не хочет Люди хотят мира Все здесь Вы видите, тут стоят женщины и дети Девушка, не провоцируйте никого Никто никакой войны не будет Никто не собирается никуда записываться Мы за народ Дальше Мы отсюда, мы местные Харьковщане Такая же Я с удовольствием записался Вреды Самообороны Потому что то, что творится в Киеве сейчас Это полный Беспредел То, что Одобрили все Депутаты И со всех юго-восточных областей Крыма Украины, Крыма и Севастополя Поддерживаем абсолютно Потому что То, что сейчас Происходит в Киеве Захват власти Произошел И Те Решения, которые Сейчас принимает Верховный Совет Подвергаются сомнению О их легитимности Потому что Те решения принимаются Под давлением Дирижеры Однозначно И все это понимают Дирижеры Этого всего Безобразия Конечно Европа И Америка И мы должны Четко понимать Что сейчас Уже идет война В области духа И она давно уже началась Экономическая Политическая Борьба Ее хотят перевести В область коропролития Они хотят здесь Организовать Даже не Югославию А Сомали Этого не пройдет И то, что принята Защита На местном уровне И мы должны Сорганизоваться Братья и сестры Православные Наша Русь святая Не такие смуты Проживала И эту проживет И восстанет Русь из пепла И возродится И пойдет Богом Предназначенным им курсом Спасибо Храни вас всех Господь Все получается Как получается Все хорошо Получается Мы отстаиваем свои позиции Позицию нашего края Донбасса Нашего края Спасибо за внимание А что за позиция Наша позиция Что мы не хотим Этого развала в стране Мы хотим Что было все в порядке В стране А кто А ну а ну а ну Что мы хотим А ну а ну а ну а Субтитры У нас Субтитры Игорь Негода Продолжение следует...